А вот она станция Мизмай. А вот там впереди Гуамское ущелье. Чувствую, нам придется идти пешком. Ааа, пошел дождь. Делаем срочно зонтики. Так интересно, железная дорога проходит прямо. С одной стороны отвесная скала, а с другой стороны обрыв и река. Вау, там прям водоворот в реке. Посмотри, какой обрыв, какая пещера вон там. Но мы победили. Мы дошли до конца. Субтитры подогнал «Симон» А вот она станция Мизмай. Загорожена забором. Видно был пожар. Сгоревшая. И вот начинается железная дорога по Гуамскому ущелью. Поезда что-то не видно пока. Хотели покататься. Не знаю, получится сейчас, не получится. Будет поезд, не будет. Ну что, поезда не видно, да? Пошли пешком? Пойдем. Поезд приехал. Кто там, Ричи? Курочка? Да, нельзя отпускать. На курочку охотишься? А вон, смотри, прям по путям гуляет. Петушок или курочка. Какая... Пошла. Нет, тут настоящая деревня. Прям вообще так. Считайте, что вы попали в настоящую деревню. Тебе нравится? Да. Что-то тут все заросшее такое. Походу, тут ничего не ездит. Все пути заросшие травой. Даже не убрано ничего. Может, там дальше она останавливается? Туда пройти куда-то? Вон туда, вперед. Проехали? Не, пройти. Ромашки, ромашки. Цветочки. А вот там, впереди, Гуамское ущелье. Чувствую, нам придется идти пешком. Погулять. Мостик через речку, Гуамку. Туда же сток такой проложили специальный. Идем вдоль узкоколейной железной дороги старой. Поезда так и не дождались. Пойдем погуляем пешком, посмотрим ущелье. Может, повезет на обратном пути, встретим. Подберут нас. Кстати, узкоколейка, когда ее вообще перестали делать? Ну, это, по-моему, построена она еще в годы войны, эта узкоколейка. Что отсюда вывозили древесину по этой узкоколейке. Ну, вот я скажу, не в годы войны, а до войны, скорее всего. До войны. Ну, может быть, что раньше в царскую Россию вывозили, может быть, и металлы какие-то даже добывали, что-то такое. Что, лагерь лучше ходит? Нет, ну, может, просто высокого. Ну-ка, давайте, кто дольше пройдет? На раз, два, три. Раз, два, три. Не быстрее, дольше. Не быстрее, а кто дольше? Кто раньше упадет, тот проиграл. А теперь ускоряемся. Давай, раз, два, раз, два, раз, два. На раз, одну ногу, на два, другую. Раз, два, раз, два. Раз, два. А, Лера проиграла. Переходим в речку. Гляньте, прям мостик. Эти, железная дорога по мостику. Речка течет. Речи не страшно? Не, он смелый. Он в серединке идет, ему не страшно. А ноги подкашиваются. Аккуратно, аккуратно, не трогай его. Обойди вокруг. Обойди вокруг, говорю тебе. Нет, он идет. Эти средние доски, они прогнившие. Вот это правильно. Не ходи. Тут вон дорога, тоже машины ездят. Ага. Видела, какая дорога? Ага. Машины ездят. Алянь, шалаш какой, посмотри. Целая палатка, шалаш. Вот дней вы, вот дней вы. Да, нет, ну что. Да, мы сюда не заедем. А тащить все вот это, так? Не, заедем, смотри, там под речкой есть там брод. Своечки, да? Угу. Все, Владик там у нас сегодня ночует. Угу. Шалашики. Лера у нас развлекается. Проводник с лопухами. Ну-ка, давай, помаши лопухами. Не, ко мне повернись, как ты стояла. Давай. Регулировщик. Бабочка. Да, улетела. Посмотрите, какие скалы. Это же сангон. Одно деревья, как прикольно, выросли там, надо. Прямо на скале, ну да. И выросли. Там среди прям скал, видно, корни пустили. Дождик визит, и понизон. Опять дождик начинается. Время не будет. Но мы все равно дойдем до конца. Даже подожду. Ааа, пошел дождь. Делаем срочно зонтики. Все под зонтик. Давайте помогу. Лежи, зонтик. Давай мне зонтик. Давай, помогу. Самое большое надо срывать. Фу, какое пахнет как нехорошо. Папа, помоги. Ляне, прикольно. Даже снимать можно. И мне большое сорвешь еще? Во, у нас такие зонтики. Круто? И я с зонтиком. Речь и с ней. Под зонтик. Дай мне побольше тоже лопушок. Лопушок, лопушок. Под дождем. Дошли до остановки очередной. Но тут уже такая прям настоящая остановка. Со скамеечками. На меня нападает. Ай, мокрый лопух. Ну, чего ты делаешь? Сейчас вся камера будет мокрая. Ну-ка, что тут на табличке написано? Конечно, люди у нас поросята. Еще какие. Да, они думают, что за меня сюда придется убирать. Да, вообще, вот просто. Ну, возьми ты свою бутылку. Отнеси в мусорку, в поселок. Остановка экскурсионной дрезины в поселок Мизмай. Вот такая должна дрезина ездить. График движения, интервал 60 минут. Ну, мы же идем точно час. У нас ничего так и не приехало. Мы прошли вот от этой точки. Ну, осторожно, положи сюда. От поселка. И сейчас мы вот здесь. Нам осталось до ущелья ути, до Оранженького. Идти уже чуть-чуть совсем. Давай. Скоро уже дойдем и посмотрим. Кламское ущелье. Само ущелье протяженностью 3300 метров. Ну, что, пошли дальше? Лопухи. Вот такое встретили на рельсах. Буквально чуть-чуть отошли от остановки. И рельсы перегорожены. Там на карте было написано, что кусок пешеходного маршрута по рельсам, потому что здесь какой-то обвал. Тут что-то, наверное, это, с дорогой случилось, скорее всего. Люди выходят, наверное, и идут дальше чуть-чуть пешочком. Вот конец этого участка. Он совсем маленький. Здесь метров 20. Пути перегорожены. Но тут дальше тоже ничего не ездит. Смотри, тут тоже все в лопухах. Скорее всего, здесь никакая дрезина уже не ездит давным-давно. Опс, дорога вообще закончилась. И все, просто идет тропинка. Это конечная остановка. Точно. Тропа к поселку Мизмай. До посадочной площадки экскурсионной дрезиной 700 метров. До поселка Мизмай 4 километра. Вот, мы 4 километра прошли. По железной дороге. А тут, наверное, уже начинается Гуамка. Еще одна остановочка. И еще опять начинается железная дорога. И вот, мы дошли до Гуамского ущелья. Сразу такая ответственная скала над нами. И поехала железная дорога. С этой стороны река. Шумит. Как интересно, железная дорога проходит прямо с одной стороны ответственная скала, а с другой стороны обрыв и река. Наверное, если на поезде ездить, тут страшновато будет. Река шумит. С этой стороны. А здесь такие скалы сразу начинаются. Вау, там прям водоворот в реке. Река бурлит, душует. Прямо брыз такой. Маленькие водопадики. Вода прям красная. Горная порода красного цвета. Здесь, наверное, много-много железа. Здесь такая скала. С двух сторон скалы. Мостик через речку. Ой, страшно? 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 Глянь, какой обрыв. Посмотри, какой обрыв, какая пещера вон там. Вода обракция, вы знаете? Ну да, вода чистая вообще. Аж отсюда с высоты видно все. Классно. Прямо узкая, глянь, такая, как между камней река вытекает. Вау, красиво так. Классно, Влад? И вообще. Нравится? Да. Спасибо. 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 Продолжение следует... Рыбы тут, конечно, сумасшедшие... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok